Ребятули, приветули! С вами, как всегда, Евгений. Я Лапанюта. Мы все еще отдыхаем в Египте, город Шарм-эль-Шейх. Остановились в отеле Шарм-Вотерфоллс на 7 ночей за 760 долларов на двоих. Но, как и все хорошее, отдых постепенно заканчивается. Кстати, я не знаю, под таким освещением видно или нет, но мое лицо говорит, что я был на отдыхе. Красное, что капец. Все из-за того, что мы сегодня днем снимали обзор отеля, и что-то мы долго шастали под палящим солнцем. Правда, кое-кто воспользовался кремушком, а кое-кто не воспользовался кремушком. Так что берите с собой солнцезащитный крем. А то результат налицо. Прямо налицо. Зато, если я возвращаюсь домой, то все видят, что я был на отдыхе. Потому что кто может сейчас дома вот так загореть? Ну да. В нашу-то погоду. В общем, у нас сегодня последний вечер, но предпоследний день. А значит, время совершать покупки. Нужно же не с пустыми чемоданами ехать домой. Надо что-то затариться. Мы себе список уже составили. Он уже в телефоне, прям все расписано по полочкам, что на подарки подписчикам. Кстати, вот мой инстаграм. Там будет розыгрыш сувениров и подарков для подписчиков в конце этого нашего тура. Буквально мы озвучим всю инфу в следующем видосе. Так вот, подарки подписчикам. Покупки себе, подарки родным, подарки друзьям. Короче, мы так все написали, что прям до грамма все посчитали. Мы знаем, сколько весят наши чемоданы. Сколько нам еще можно накидать в них. И вот, забивать, видимо, будем под завязку. Начнем наш шопинг с Манго Маркета. И вы скажете, что? Опять? Вы же недавно здесь купались. Почему опять вы идете сюда? Люди, если мы отдыхали в Наама Бэй и специально катались в Манго Маркет, то, живя в районе Хадаба, что, мы будем еще куда-то ехать? Нет, в пешей доступности. Манго Маркет, фиксированные цены. Let's go. Алла предложила брать сегодня не корзинку, а сразу вот такую тачанку. Потому что список у нас немаленький. Будем кататься и затариваться. Первым делом мы начали, конечно же, из феты. Вот фетодомки. Это на прилавке. А вот столько у нас в тачанке. Это и себе, и не себе, как всегда. Дальше. Новая покупочка. Мы уже затестили в отеле. Это жидкая халва. Мы ее пробовали изначально в ресторане Махони. А потом попробовали отдельно. Вот здесь она около домки стоит. И, как видите, осталось всего раз, два, три штучки. Популярная штука. Мы забрали большую ее часть. Чего здесь оставалось. Что дальше? Вспоминай. Мы тут пообщались и нам посоветовали взять инжирное варенье. Потом взять апельсиновое варенье. Вот оно. И, конечно же, манговое. Просто мы изначально шли за манго. Но раз советуют, берем разное по ценам. Вот такая 245 грамм стоит 12,50 фунтов. Вот такое 17,50. Апельсин тоже 17,50. А курс был 15,70 фунтов за доллар. Ну, где-то 15,16 фунтов за доллар. Это сейчас такой курс. Так, вареньки мы сейчас наберем. И сразу... Да, я хочу взять, попробовать, по крайней мере. А то в отеле наливают, а мы можем взять с собой... Это не такое, ты че? Зачем вот такое хочу взять? Здесь написано fast food. Но по факту это наши ж юпи. Разводите водой и получаете типа сок. Стоит 20 фунтов. И я хочу набрать манго. Это манго... Манго-манго. Манго-манго. А сколько мы думали? Три штучки? Три штучки. Ну вот, сразу можно бросать в нашу тележку. Куда худеть нам? Мы так не хранимся. У Аллы опять душа полетела в рай. Мы же составили себе список. Написали, что чего нужно. Не, уже появляются дополнительные вареньки у нас вот здесь. Да. Наш комплект становится все больше и больше. И, кстати, я забыл показать вам цену на жидкую халву. О, уже видите? Осталось только две. Было три. Но цены я не вижу. Увы, на нет. Так, а цена на фето... Полкило шестнадцать фунтов. Это шестнадцать килограмм. Тридцать один фунт. Так, 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 так. И вот такие маленькие. Двести пятьдесят грамм. Это восемь фунтов. А еще у нас новая печалька. Мы, когда составляли себе список, мы примерно прикинули вес, чтобы вписаться в рамки. И мы думали, ну раз варенье где-то там... Ну мы вообще думали, что здесь грамм двести, двести пятьдесят. И мы считали баночка, что будет грамм триста. Ну триста тридцать. В итоге. Если написано, что варенье триста сорок грамм за семнадцать пятьдесят фунтов, то вместе старый вес шестьсот тридцать грамм. Если что, есть веса. Да, есть весы вот здесь за углом. Можно прикинуть. И что-то нам надо пересчитать. Просто это еще не конец. У нас в планах же есть провоз замороженного фреша. И, видимо, его литраж постоянно тает, тает. Мы просто думали, не одну канистру, а... Так, фреш мы решили брать завтра. Нет смысла его сегодня покупать, чтобы он стоял в холодильнике и немножко разморозился. Сейчас он прям как камень. Пускай мы завтра зайдем. Все равно нам идти здесь триста метров. Вот по ценам. Два литра четыре доллара. Четыре литра восемь долларов. Еще мы на всякий случай взвесили на весах. Вот такая двухлитровая канистра весит два килограмма сто грамм. Это пригодится, если вы, как и мы, считаете вес. Потому что вот здесь у нас уже по предварительным подсчетам двенадцать с половиной кг. А клубника, кстати, полегче. Такая же канистра. Кило девятьсот. Там еще плавает. Кстати, мы давно уже с Аллой. Желаем себе купить свои походные ласты. Будем не ходить по улице. А если серьезно, маски у нас есть. А вот ласты постоянно брать в аренду неинтересно. Охота иметь свои. Я, кстати, всегда... Ну, у меня в голове ласты обычной длины. Алла говорит, есть короткие. Походу, короткие. Это вот такие ты имела в виду? Да. Где тут цена? Оп. Секунду. Секунду. Да, сто девяносто девять фунтов. Это... Курс пятнадцать-шестнадцать. Десять-двенадцать-тринадцать долларов. Где-то так. Вот эти. А такие... Это, кстати, тоже не слишком длинная. Где-то ценник. Ценник-ценник. Тоже сто девяносто девять фунтов. Мы в этот раз берем. Не? Лучше все-таки вареньки. Да. Давай еще, может, клубнику... А, что, все разобрали? Да. Вот это да. Да. Вечером, конечно, посетителей очень и очень много. И, как видим, разбирают все подчистую. Есть три варианта клубники. Но вы же помните, Аллен Лайфхак. Если есть вот такая уже красная пометочка, то есть видно, что есть пятнышки, то есть она потекла. Если снаружи еще какая-то красивая клубника есть, то внизу может быть уже порченая. Ладно, не берем. Конечно, остатки сладкие, но не в этом случае. Гранат сейчас по два доллара. Да, меня в комментариях спрашивали, какой сейчас сезон фруктов. Вот видите, гранат два бакса. Манго типа стала дешевле, по пять долларов. Но вы смотрите, она уже такая жухлая. Ну, то есть, ну, я думаю, вы видите. Еще нашли здесь отдел с изделиями из натуральной кожи. Только кожа эта крокодила и питона. Вот прям настоящий крокодил. Ну, его остатки, скажем так. Вот такая штука стоит 2100 фунтов. Либо в долларах это где-то 130 долларов. Конечно, как сказала Алла, жалко зверюшку. Но интересно, пожалел бы крокодил Аллу или нет? Не, он такой еще безобидный. Но такие, как мы видели в Луксоре, нильские крокодилы, то, конечно, да, еще те звери. Также в личку меня часто спрашивают, какие цены на чемоданы. 30 долларов. 29 акция. 35. Вот такой. 35. 35, короче, все по 35. Небольшой 28. Ну, да. Вот такие размеры. Все. Аллу понесло. Сначала хочу... Что, все уже? Хочу рюкзак. Хочу рюкзак. Сначала хочу клач. Теперь хочу рюкзак. Затем. Я же девушка, я все хочу. Ну, все. Гребем. Спасибо. Оп-оп-оп. Что-то неожиданно посветлело. Дело в том, что это уже другой день. Вчера мы не успели завершить все наши покупки. Мы не особо рано вышли по магазинам. Плюс, когда зашли в Манго Маркет, мы встретили очень много наших зрителей. Пока со всеми переобщались, там-то уже Райхен и закрылся. И мы такие, ну, что делать? Идем в отель. Все равно мы еще раз сейчас зайдем в Манго Маркет, потому что мы возьмем замороженный фреш. Как раз будет удобно. Просто сегодня у нас день вылета считается, и мы берем по максимуму замороженный. Потому что в отеле он бы даже в холодильнике разморозился бы. Что, двигаем опять в знакомые места. Как-то непривычно приходить в это место с самого утра. Мы обычно здесь вечером тусуемся. Работает? А то что-то так темно. Да, вечером иллюминация совсем по-другому все выглядит. Нам нужно кофе. Кофе? Кофе Колумбия. Но нам сказали, черный закончился. Черный нет. А что есть? Медиум. Это Колумбия. А вот это две колбы. Это Бразилия. Бразилия. Да. Это... Сирия, наверное. Микс. Микс. Какой мы тогда берем? А это первое что? Ну, Бразилия. Это? Это первое. Колумбия средний. Средний. Средний Колумбия. Наверное, Колумбия средний. Да, конечно, хотелось подписчикам взять именно вот этот Колумбия черный. Но ничего. Попробуйте Колумбия средний. Вот такой он будет. Потом, кстати, напишите, как вам он. Потому что... Не, мы когда-то брали. Но это было года два назад. И я уже даже забыл, какой он. Ребята, если вы заскучали за домашними сладостями, прошу. Рошен. Вот здесь тоже Рошен. Стоять. Ой, упала конфетка. Я подниму. Что, лежало меньше трех секунд? Нормально. Как видите, Рошен пробрался и в шарм. С кофе разобрались. Дальше, конечно же, сладости. Мы без них не можем уехать. Алла опять собирает микс разнообразный. И вот это реально что-то новенькое. Не было такого, да? Да. И вот такие тоже. Все, нельзя Райхену делать новые виды сладостей. Потому что их все возьмет Алла. Смотрите, один такой набор весит 400 грамм. Цена у него 400 фунтов за кило. И это обошлось в 160 фунтов. Курс сейчас где-то 15-16, то есть 10 долларов. Итого, поход в Райхен нам обошелся в 819 египетских фунтов. С валютной карты у меня списало 52.33. В долларах это. Это мы взяли, получается, почти полтора килограмма кофе. Пачечку чая зеленого. И 4 набора сладостей. Просто есть сладости по 400 фунтов за кило. Есть по 150. Ну, и они же тоже не дешевые и не легенькие. И да, я же забыл сказать, какой у нас чек получился вчера в Манго Маркете. Вот тот наш весь набор 683.50. Кажется так. Ну, вы на кадрах сейчас видите окончательный чек за вот эти все покупки. Просто что-то, да, вылетело. Мы вчера с Манго Маркета вернулись и все. Так, ну это еще не конец. Мы опять приближаемся к Манго Маркету, чтобы купить сок. Манго, фреш, манго, замороженный. Шли за фрешем манго. Не успели зайти. Алла увидела новый завоз клубники и уже говорит, давай клубнику. Да у нас и так уже вещей, Алла. Ты куда? Просто получится, нужно будет клубнику вот к сладостям. Хорошо. Уверена? Скажут выбрасывай. Выбросишь вместе со сладостями? Только клубнику. Только клубнику? Ну пачечку, не больше. Началось. Ага, давай покажи три пальчика. Да, вот видите, прям свеженький-свеженький завоз. Вчера же вечером ее осталось там три упаковочки. Вот прям сколько рядов. Красивая. Казалось бы, вчера основную массу товаров мы уже взяли. Не пришли. Теперь нам в глаза попался чай. Нам теперь нужен зеленый чай. Алла уже увидела какие-то мятные кристаллы для ингаляции бани и сауны. У тебя нет ни бани, ни сауны. Так что остановимся только на чае. И вот видите, два парня работают. Новый завоз феты. Прям сегодня туристы набегут. И явно ее всю разгребут. Ходовой товар. Мы только забираем вечно килограммами. Во, кстати, кто-то меня в комментариях просил в инстаграме привезти финики. Извините, правда, чемодан очень не резиновый. Но вот. 32 фунта. Это какой-то набор сладостей 90. Ну, походу, вот финики 32 фунта. Вот такие 45. 30. 45. После непродолжительных торгов мы с Аллой сторговались все-таки на два фреша. Просто это наш первый пробный полет с фрешами. И если вдруг что-то бабахнут они в чемодане, как-то неохота доставать фреш по всему чемодану. Ну и просто. У нас и правда под завязку уже именно вес чемоданов. Надо как-то все это дело контролировать. Теперь осталось это все донести в отель. Спаковать. И можно готовиться к вылету, который будет уже в следующем видосе. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, как нас будут в отеле. Ой, в отеле. В аэропорту досматривать. Как мы будем тесты по возвращении сдавать. Вот это все будет очень и очень, я думаю, интересно. Так что, чтобы не пропустить следующие выпуски, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик и снова скоро увидимся. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok